Инга, скажи, пожалуйста, свою точку А до знакомства с искусственным интеллектом и что сейчас? Точка А – это момент, когда я понимаю, что я совершенно не то, что не владею искусственным интеллектом, для меня это тёмный лес, а я в айфоне ничем, кроме мессенджеров и инстаграма, не пользуюсь. И вот эта точка А, я думаю, что такая растерянность, а как, ну неужели я смогу? Это же нужно сколько технических знаний, умений и растерянность. Но вера в то, что ты можешь привнести что-то ценное, что-то интересное в мою жизнь, она всё-таки мне позволила справиться вот с этой неуверенностью. И точка Б на сегодняшний день – это то, что любые вопросы просто легко и элементарно решаются с помощью GPT. Абсолютно любые. Абсолютно любые. Как профессиональные, так и личные. То есть всё, что угодно. Пожалуйста. Последний такой из весёлых кейсов. Делали ответный запрос девушки, как легко и просто выйти замуж за миллиардера. Пошаговая инструкция. Пожалуйста, обращайтесь. Наслышана. По-моему, там и как общаться, куда ходить, да? Да-да-да, как одеваться, каким образом себя преподносить. Можно продавать, кстати, как книгу. Да-да-да, пожалуйста. Кстати, ещё книгу будешь писать. А это девчонкам говорила, что все мы будем книги писать и издавать на Литресе. Вот. Да, будет книга. Как твоя изменилась жизнь? Вот до и после. Кстати, Инга за 10 дней стала клоном меня. Это прям самый сверхрекорд. Моя жизнь стала ярче, интереснее. Всё стало быстрее, всё стало насыщеннее. Появилось какое-то новое течение. Это очень классно. У меня новые идеи. У меня вдохновение. Вот вдохновение, оно на самом деле, это то, вот это вдохновение, оно даёт возможность что-то генерить, что-то придумывать даже самой, вот то, о чём говорит Анна. Когда есть это вдохновение, уже искусственный интеллект, он помощник, а вдохновение помогает двигаться вперёд и придумывать что-то совершенно то, что никогда раньше я бы не придумала.